Ценишь свою жизнь? Жизнь родных и близких? Защити свою семью и свое имущество. Стальные двери Империя. Твой мир под надежной защитой. Торговая сеть Империя. Рынок Мегастрой. Павильоны номер 6, 19 и 70. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот только дороги до села нет. Необходим был воздушный транспорт. Тогда местные обратились к правоохранителям. В село незамедлительно вылетел полицейский вертолет. Мальчика доставили в Читу. После специалисты медицины катастроф транспортировали подростков в больницу. Приберегли до лучших времен. Теперь из благоустроенного жилья пожилую женщину милости просят на выход. За ненадобностью. Власти Новокручинецка некогда сами же и приютили пенсионерку в одной из муниципальных квартир. Сегодня просит покинуть жилплощадь. Хватит, нажилась. Ёлгина самовольно захватила квартиру и в любом случае будет выселена в судебном порядке. Автор листовки неизвестен, однако адресат знает, чего почерка будет письмо. Красовались зловещие строки на свободных столбах поселка. Так, словом и прилюдно пытались казнить пенсионерку Тамару Ёлгину. Причина банальна – квартирная тяжба. В 2009-м женщина из Калги решила перебраться поближе к забайкальской столице. Того требовало увядающее здоровье. Помочь Тамаре Николаевне с жильем в Новокрученинске вызвался глава администрации. Но как в дальнейшем оказалось, не доброты ради. Здесь я жила без прописки. Прописка была в Калге. Дал мне Леднев вот эту квартиру. Квартира была полностью убитая, разбитая. Все было побито здесь. Восстанавливала я ее сама своими силами. С Тамарой Николаевной заключили договор об ответственном хранении квартиры. Скромная бумажка была выписана всего-то сроком на один год. Чтобы продлить проживание в квартире, требовалось побегать по инстанции. И все же сроки женщине исправно рисовали. Пока на горизонте не замаячил год выборов 2016-й. Поскольку нынешний глава на новый срок не метил, поспешил подсобрать пожитки, говорит Тамара Николаевна. Так без лишней волокиты и тихо по хозяйски квартиру на Российской-1 приватизировал. Предусмотрительно не на себя, на племянника. Однако сообщить об этом лично хранительницы квартиры не посчитали нужным. Выселять пенсионерку принялись без лишних объяснений. Администрация поселка оставила без ответов. И нашу съемочную группу. А нам можно с Мариной Григорьевной переговорить? Веденный перерыв. Постоянно приходят, постоянно ей говорят, что вот вы выселитесь, якобы кто-то выиграл это по суду. В 2009 году Леднев не имел права заселить Ёлгину сюда, но он какими-то правовыми основами же пользовался и заселил ее сюда. Выгнав при этом отсюда молодую семью с маленьким ребенком. И он берег эту квартиру для себя с 2009 года. Но Ёлгина написала в прокуратуру о том, чтобы признали недействительную приватизацию этой квартиры. В дальнейшем так оно и получилось. В квартирной войне на Российской пока нет побежденных. Более того, Тамара Николаевна бежать с места сражения не собирается. Идти ей попросту некуда. Дом в Колге она продала давно. Главное, говорит, сейчас не остаться на улице. Зима близко. Пока же пенсионерка теплит в себе надежду, что пусть и тот самый хлипкий договор о хранении жилья ей продлят. И перестанут громить упреками. Марина Лиханова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Две стороны одной медали. С одной женщина с ребенком и сожителем, с другой судебные приставы. И те, и другие говорят о своей невиновности, показывая на противников пальцами. В редакцию ЗАПТВ обратилась Тамара Пяткова. У женщины большая претензия к работе судебных приставов. По словам Четинки, утром 29 июня в ее квартире раздался энергичный стук. По дошедшему к входной двери сыну Тамары ответили, что это соседи снизу. Пришли жаловаться на то, что их топят. Но после того, как мальчик открыл дверь, оказалось, что визит нанесли люди в форме. Мужчина плотного телосложения. На тот момент я не знала, что это Савченко. Я уже впоследствии как бы узнала. Он толкнул моего ребенка, который упал. И испугавшись, он закричал, позвав меня. Я выскочила из комнаты. Мужчина с женщиной уже стояли в зале. Они сказали, что они приставы, но ни документов, ни постановления о каком-то приводе, ни решения суда вообще предъявлено не было. Даже в устной форме они свою фамилию не сообщили. Следом за Тамарой из комнаты выскочил ее гражданский муж Владимир Петров. Оказалось, что приставы пришли по его душу. Мужчина задолжал по алиментам своему ребенку. Вместе они попытались выдворить незваных гостей в коридор. Однако те, по словам Тамары, сопротивлялись. Пяткова уже хотела вызвать полицию, однако судебные исполнители сами позвонили стражам порядка. В итоге сожителя полицейские увезли, а приставы написали заявление. Они написали на нас заявление, что мы хотели их убить. То есть мы били 15 раз по спине, 5 раз там ногой. То есть ни побоев, ничего как бы нет. Не зафиксировали? Да. То есть получается нас оклеветали, да. И мы сейчас боимся, у меня получается мужа могут посадить вообще ни за что. Следственные, вот мы сейчас ходим, я написала туда заявление, написала в краевую прокуратуру. Однако у приставов совсем другое видение картины. Петрова они должны были принудительно доставить к судебному приставу исполнителю, так как мужчина неоднократно уклонялся от его посещения. Придя в квартиру к Пятковой, они встретили сопротивление и агрессию Петрова, который пытался их поколотить. Поэтому они и вызвали полицию, даже не применяя средства самообороны. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов действовали в соответствии с законом о судебных приставах, исполняя свои обязанности и пользуясь своими правами. Также гражданин Петров Владимир Валерьевич ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса имеет судимости. За неуплату алиментов Петрову грозила новая судимость по 157-й статье – неуплата средств на содержание детей. Однако с 20 июня она была заменена на административное наказание. Всего же безответственный отец, из-за которого теперь страдает и его гражданская семья, задолжал своему ребенку 387 тысяч рублей. Я устал, я ухожу. В отпуск. Не проходит и полгода, как мысли и общее состояние требует одного – полноценно отвлечься от работы. Кто определяет время и сроки отдыха трудящихся, знают специалисты юридической компании «Кадар». Прописные истины права на отдых законодательно устоялись. Вот только мало кто из работников когда-либо открывал познавательную книжку под названием «Трудовой кодекс». И тем более не в курсе, спустя сколько трудовых будней вправе требовать отпуск. К слову, отдыхать могут все категории работников – временные, сезонные, совместители, надомники и многие другие. Отпуск положен человеку, который проработал не менее 6 месяцев. Это по законодательству положено. Есть ли у нас вопрос такой, что вот именно половинки отпусков, как может ли работодатель запретить писать заявление на полный отпуск? Нет, не может по законодательству. Если есть предложение от работодателя, что отпуск будет разделен на две части, но он должен, первая часть, любая часть должна быть не менее 14 дней. Если работник отказывается идти в законный отпуск, то работодатель имеет право в дальнейшем, вполне законно, не давать ему дальше этот отпуск, который он ему отмерил, и не выплачивать денежную компенсацию за отпуск. Если уж в трудовых отношениях повеяло ущемлением прав, в частности, касающихся отпуска, без стеснения обращайтесь к юристам. Профессиональный совет, а если и потребуется защита, лишними не будут. Тем более, если спор с работодателем дойдет до суда. Марина Лиханова, Евгений Погорелый, Константин Васильев, ЗАПТВ. А мы напоминаем, если вы стали участником или свидетелем происшествия, снимайте происходящее на мобильный телефон и отправляйте нам. Или звоните по телефону 415107. На сегодня это все. До свидания и хороших вам выходных.